Ну что, дорогие друзья, просыпайтесь вместе с нами на календаре 10 августа, четверг. Это утро, с вами встречаем мы, Марина Гест и Панарей. Ну что ж, а сегодня наш эфир посвящен подготовке к школе. И наш вопрос звучит так, какие предметы вы больше всего любили или любите в школе? Звоните, делитесь с нами вашими ответами. А прямо сейчас, как мы и обещали, у нас в студии гость, из уст которого мы услышим обо всех изменениях в новом учебном году, министр образования Челябинской области. Доброе утро. Здравствуйте. Да. Александр Игоревич, вот скажите, пожалуйста, какие нововведения в этом году будут? Что нового? Успокойте всех родителей. Ну или напугайте, так слегка. Пугаться ничего не надо, но самое главное, что будут новые дети, новые первоклассники. Вот вы сегодня уже сказали, что в школу в парк он придет, почти полтысячи только первоклассников. И, кстати, там будет, наверное, рекордное количество первых классов. Вообще, не знаю, в истории ли страны, значит, или в истории Челябинской области, ну пока вот 16 классов, получается, первых. Это, по-моему, до буквы К или Л. Это да, это хорошо, это звучит. Ну, Александр Игоревич, скажите, а вот мы сегодня спрашиваем о любимом предмете в школе. Вот у вас в школе какой был любимый предмете? Конечно, раньше их менее пышно отмечали, и, может быть, поэтому они не так откладывались в памяти. Ну, а мы сегодня говорили о том, что в этом году появляется новый предмет в школе – астрономия. Как вы к этому относитесь? У вас была астрономия, когда вы учились? В физике проходит переподготовку, освежает свои знания. По этой дисциплине, значит, закупаются учебники. Я думаю, что этот курс, он войдет, в том числе, в южнорские школы. Причем каждой школе дается возможность или в 10-м, или в 11-м классе 35 часов разбросать по образовательной программе. Александр Игоревич, вот скажите, пожалуйста, во многих школах есть лаборатории по физике, по химии, ну не во всех, конечно. Вот детям это действительно необходимо, потому что когда у нас была химия, нам объясняли, на пальцах какая реакция будет, или рисовали на доске, это было действительно сложно, и поэтому какой-то любви не отложилось к этому предмету. А вообще, ну планируется как-то там в дальнейшем во всех школах сделать лаборатории? Планируется, кстати, вот та школа в Парковом, про которую вы уже упомянули, она ведь не только большая по площадям, она будет самым укомплектованным оборудованием, потому что в прошлом марте 16-го года вышел приказ Миноборнауки России о комплектовании школ, и там уровень укомплектованности рабочего места ученика будет, конечно, высочайший, и в том числе за счет и лаборатории по физике, химии, другим естественно научным дисциплинам, и это ждет все школы училища области, все, не только новостройки, постепенно будем комплектовать все. Ну это не может не радовать. Александр Игоревич, вот такой вопрос, вот я в этом году сам сталкиваюсь с этой проблемой, у меня сын будет учиться во вторую смену, и я понимаю, что это уже какие-то для меня будут неудобства, да, одного в садик, потом так далее. Просто скажите, перейдет ли Челябинская область и Челябинск на односменное обучение, или вообще когда это планируется? Я понимаю, что это в идеале. У нас нет других вариантов, кроме того, чтобы перейти, потому что это связано с реализацией федеральных госстандартов, они предполагают обучение в односменном режиме, и без сомнения мы постепенно, ну конечно, там не со следующего года, значит, это потребуется несколько лет, перейдем на односменный режим обучения, без сомнения. И, собственно, школа в парках запускается, ряд других объектов сейчас строится для того, чтобы как раз детей рассредоточить только в односменном режиме. Мы понимаем, что не хватает площадей и так далее. Пока да. Александр Игоревич, вот скажите, пожалуйста, вот в новом учебном году работа Министерства образования и науки будет работать со школами с низкими показателями. Вот как вы будете выяснять, какая школа с низкими показателями, а какая не с низкими? Уже выяснили, есть соответствующая технология, методика, она согласована с Рособоронадзором, мы отслеживаем благодаря большому массиву информационных данных, которыми располагаем динамику успеваемости детей в тех или иных школах, причем не только среди выпускников, но и среди детей среднего звена. У нас проводится так называемое национальное исследование качества образования на регулярной основе, всероссийские проверочные работы, которые нам позволяют отслеживать качество образования, обучение, точнее говоря, в той или иной школе. И мы такую группу школ уже вычлели для себя на Южном Урале, и предметов с теми школами, с администрацией школ, с педагогическими коллективами будем работать. А как будете устранять? Ну, как правило, все это упирается в квалификацию педагогических кадров. То есть повышенная квалификация? Поэтому у нас головной организацией, которая будет работать с теми школами, будет Институт повышения квалификации работников образования, это усиленная подготовка педагогов в эти школы. Это внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. Ну, я так понимаю, это касается большинства школ, которые находятся не в центре, не в городе. Ну, к сожалению, в каждой территории, в каждом муниципалитете есть педагоги, есть отстающие, но если говорить действительно в целом по области, то это, конечно, большей частью сельские школы, которые не оснащены должным образом оборудованием, но есть смысл оборудования ставить туда только в том случае, если педагоги готовы на нем работать. Поэтому, конечно же, еще раз подчеркиваю, все упирается в квалификацию кадров. Александр Викторович, а вот вы говорите, сейчас много статистики, много вы подводите. Скажите, Челябинская область по уровню образования школьного в России на каком счету? Ну, не только школьного, и профессионального, и дошкольного. На первом же? Нет, я так не могу сказать, но мы на хорошем счету в Российской Федерации по всем уровням образования. Но для нас, как бы, и губернатор об этом говорит, должны быть ориентиры международные. Мы на них ориентируемся. Спасибо вам большое за интересную беседу, за актуальную беседу. Да, и напоминаем также вам, мы сегодня педагогам, которые до нас дозванятся, напоминаем, до 1 сентября осталось 20 дней. Готовьтесь. Готовьтесь. Помним. Большое спасибо. Ну, а я напомню, что в гостях у нас был министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.